Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами ходим по дороге жизни, потому что Иисус есть путь. А там, где Его путь, то для нас открывается Его истина. А в результате мы приходим к Его жизни. Потому что полнота жизни – это то, что Он предназначил нам, которое пред Его лицом. И если мы идем по Его дороге, то мы обязательно приходим в Его присутствие. В большем объеме, в большем масштабе, в больших результатах. И ведь жизнь на этой земле, она очень скоротечна. Особенно события последнего времени показали нам, насколько все уязвимо. Даже целые страны, города, общество. Но если мы знаем, по каким законам развивается жизнь, если мы знаем законодателя лично, то у нас с вами есть удивительная возможность оставаться с Ним на прямой связи, получать от Него корректировки, потому что мы учимся, мы движемся, мы не можем останавливаться тогда, когда Он идет. И поэтому пусть нам Бог даст и сегодня принять от Него уроки, которые сделают нас сильнее обстоятельств, сильнее разных событий. И напоминаю, что мы сейчас говорим о Давиде, который опять оказался перед дилеммой. Решить надо вопрос, от чего голод в земле. И тогда, когда он узнает от Бога причину, то он идет ее решать. Но выбор непростой. Это же судьба человеческая. Это люди, которых надо сейчас вырвать из семей. Это люди, которые окажутся сейчас заложниками ситуации, потому что когда-то кровожадность Саула положила такое печальное наследство в будущность его уже внуков. Вот где, друзья, уроки, которые надо нам сейчас усваивать. Потому что уже Саула давно нет. И, казалось бы, все закончилось, но потомство продолжает жить. И они наследники разных состояний. И поэтому у нас с вами есть тоже корни, о которых важно знать. И все, что не является ценным, или все, что является, наоборот, опасным, от всего этого успеть покаянием отказаться. Потому что Господь, Он на самом деле тот же и сегодня. И милость, которая превозносится над судом, она имеет свои принципы и свои механизмы, по которым мы с вами тоже движемся по земле. Итак, читаем дальше, как выходил Давид из этой ситуации. Восьмой стих, двадцать первой главы. «И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу, Армона и Мимфивосфея, и пять сыновей Милхолы, дочери Сауловы». Напомню, что это жена как раз Давида, но которую отдал Саул, пока Давид был в бегах. И вот за это время, пока родилось у него пять сыновей, которые она родила Адриалу, сыну Верзелия из Михолы, «И отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на солнце, на горе пред Господом, и погибли все семь вместе. Они умершлены в первый день жатвы, в начале жатвы и чменя». Такая печальная очень картина, но с другой стороны, начало жатвы. Это говорит о том, что голод заканчивается. Говорит о том, что жертва, которая сейчас полагается, она останавливает кровожадность, которая была развита в жизни Саула по каким-то причинам. Человек, который много воевал, у него отношение к крови меняется. И поэтому состояние власти, соединенное с этой потерей понимания, что такое кровь человеческая, что это душа, это личность, это кровь, которая будет выпиять от земли, а уж тем более нарушение договоренностей, которые были сделаны с клятвой пред Богом, Иисусом Навином и старейшинами много лет назад. И Бог за всем этим наблюдает. Да поможет нам Бог, друзья, знать, что мы даем определенные тоже обещания, чтобы их выполнять Его силой, Его духом и наше потомство, чтобы были сильны в завете. Господь, я благодарю Тебя, что мы сегодня обращаемся к Тебе и просим у Тебя милости для себя, для своих близких, родных. Мы не знаем всего наследства, которое у нас есть по корням, но Ты видишь глубины всех процессов, и Ты знаешь, как нам помочь, чтобы никто из нас не остался в прежнем состоянии, тогда, когда у нас есть право обращаться к Тебе, получать силу, получать основания и крепость для победы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Храни нас всех, Господь.